Дорогие коллеги этой книги, следственные историки Елена Николаевна Руда и Елена Анатольевна Кондарева Только что минуло 100 лет с окончания Первой мировой войны В прошлом году мы вспоминали обрезка в мире в связи со столетиям этого события Что это было для России? Подведение итогов старого времени Фиксация того, что Россия, как сказал президент, оказалась в положении проигравшей стране Какие обстоятельства сопровождали заключение обрезкового мира? На какие уступки пошла наша страна и были ли уступки в полной мере вынуждены? Можно ли их было избежать или сделать менее полезенными? Как Брестский мир выглядел в контексте, в честь всей канвы международных отношений в 1918 году? Как смотреть на Брестский мир с точки зрения мировой революции, которую ждали молодой советской России? Вот эти и другие вопросы рассматриваются в этой книге, в сборнике статей, который вышел в возрасте вечер, в прошлом году И я передаю слово нашим мастерам Елене Николаевне, Елене Анатольевне Я вас просил бы рассказать о том, как шла работа над книгой, на что здесь стоит обратить внимание А потом мы постараемся, наверное, оставить время для того, чтобы ответить на вопросы Спасибо. Добрый день. Рада вас видеть. Руда Ирина Николаевна, руководитель научно-просветительских и культурных программ Фонд исторической перспективы, организация, которая в главе известной историкой общественности У нас вообще в нашей организации серьезная издательская программа И я прежде всего предоставлю слово Елене Анатольевне Бондаревой, которая у нас в фонде занимается издательскими программами Она рассказывает в целом, и потом мы обратим ваше внимание на одну из ее книгу Книгу, которой мы, в общем-то, даже гордимся И мы расскажем вам, почему мы ее гордимся Пожалуйста Добрый день Ну, думаю, что здесь издались все люди, которые неравнодушны к российской историю И отслеживают, понимаете, новые книги, которые появляются на этой тематике В фонде исторической перспективы существует практически 15 лет Мы издали за это время более 60 названий книг У нас есть серии, которые мы ведем с издательством «Вещи» Это такая серия, которая называется «Актуальная история» И в этой серии мы сделали несколько книг, которые посвящены Второй мировой войне В том числе книжку, которая, безусловно, стала бестселлером «За что и с кем мы воевали» книжка Натальи Алексеевны «Великие войны», «Партитура», «Кто и когда начал войну» Это уникально и во многом книге, потому что они рассматривают межвоенный период Весь комплекс, который, собственно говоря, подготовил начало Второй мировой войны И среди авторов этих книг очень известны историки И не только историки, в том числе и политики Вот, например, в «Партитуре» участвовал Клицинский, известный дипломат, депутат Фалин И практически это были их последние работы, Ржишевский Вот эти настоящие титаны нашей науки и нашей политической мысли Мы гордимся, что они сотрудничали с нами А мы успели при жизни выпустить их статьи и воспознательность их точки зрения Одна из уникальных книг этой серии «Актуальная история» — это «Гроза на Востоке» Мы обратились к последним годам, к завершающему этапу Второй мировой войны И вот эта книга, она есть в продаже, и мы сейчас находимся в переиздании Вот Сергея Николаевича Дмитриева, к сожалению, нету А то бы он вам рассказал, что вот на московской книжной ярмарке в сентябре Эта книга в переиздании «Гроза на Востоке» и «Партитура», когда начали войну Они были представлены, потому что первый тираж, там, он уже разошелся А внимание к этим книгам очень большое «Гроза на Востоке» — это сборник, в котором участвовали японские истории Китайские историки, монгольские историки, конечно же, наши историки Причем этот цвет, я несколько фамилий вам назову, и вы поверите мне, что это действительно цвет исторической науки А вот лицев авторов возглавлял Анатолий Аркадьевич Кошкин Американские ученые участвовали в этой книге Вот вторая тема, которой мы занимаемся практически с самого момента основанием фоно-исторической перспективы И по которой неоднократно высказывался наш президент Наталья Алексеевна Нарочинского Это Первая мировая война Задолго до 14-го года, до юбилея, начала Первой мировой войны Мы провели несколько научных конференций А книгу, которую выпустили по материалам этих конференций Так и назвали «Забытая война и преданные герои» И надо сказать, что общество постепенно к этой теме повернулось И очень много было опубликовано материалов, мемуаров Вы знаете, прекрасно, что возьмите мемориалы, которые за рубежом были В нашей стране не было мемориалов, не было мемориалов, не было мемориалов, не было мемориалов Создаются музеи экспозиции, создаются памятники Михаиле Только несколько примеров При участии нашего фонда открыли памятник императору Николаю II В Белтраде Не случайно в Белтраде Потому что сербы почитают царя Николая, императора Николая II И называют «Русский царь» спасителя всего мира И еще один памятник Памятник Михаиле Экспозиционного корпуса в Париже В самом центре Париже Это уникальное явление нашей культуры, нашего сознания И нашей истории, сегулированной истории И будут для вас, для всех Мы с трепетом, все сотрудники Саида Относимся к возможностям вот так прикоснуться к этим событиям Первая мировая война, безусловно, не до конца понятая на эти события И в особенности хорошо известны В ход войны, где есть ли такие потери, какие Как называли события на фронтах этой войны А вот последствия Первой мировой войны Очень странное ее окончание Тот факт, что Россия оказалась за бортом держав-победителем И это, конечно, вследствие в первую очередь революции Вот весь комплекс этих вопросов, он до конца не осознан, не исследован Поэтому мы решили, что необходимо завершить А у нас в общей сложности восемь книг Посвящено в той или иной степени тематики Первой мировой войны Завершить все-таки вот этот комплекс наших изданий По первой мировой войне Обратитесь к теме переставления Да, Брестский мир Это такой позорный эпизод Его как только не называли Несмотря на то, что через несколько месяцев Он был, как бы Его результаты были динамсированы А след остался И не забегая вперед Я передам митрофон Николаю Мерудой Она подробно расскажет об авторах В том числе о проникальных материалах Такая есть в этой книжке Хочу просто сказать, что На самом деле Брестский мир Это такая модель На которой постоянно оглядываются Все биополитические конкуренты Нашей страны до сих пор Это то состояние униженности Которому в общем удовольствие Нашу отчизну вернуть Поэтому уроки Брестского мира Надо безусловно изучить И завершая рассказ о фонде исторической перспективы Хочу сказать, что мы очень тесно В течение многих лет Сотрудничаем Очень плодотворно Сотрудничаем с Российским историческим обществом Проводили там конференции И Завершить хотел бы англосом Очень интересной книги Которая тоже будет На московской книжной яблоке в сентябре В марте месяце мы провели конференцию по Крыму Но это там было две юбилейные даты на самом деле С одной стороны это пять лет Присоединение Крыма в состав России А с другой стороны это семьдесят лет С решения Хрущева о присоединении Крыма к Украине И вот мы в марте месяце провели очень интересную международную научную конференцию Как раз вот в стенах дома русского исторического общества Были вот международные участники И сделали мы несколько панелей Ну в общем которые позволили вот на всю эту Крымскую программу взглянуть с разных точек зрения Была панель посвященная правовым аспектам Геополитике и исторической памяти и общественному сознанию А в книгу, которую сейчас уже сдана в издательство Мы сейчас включили ну практически антологию документов Которые повествуют как раз о разных этапах крымской истории Начиная с кучу принадлежитства в мире И заключая указывания 14-го года Поэтому фон исторической перспективы Очень динамично развивающаяся структура У нас есть онлайн лекции У нас есть канал в YouTube на YouTube У нас есть ежедневные интернет-казеты Столетия, призываю всех смотреть Мы уникальные люди Мы публикуем каждый день 4-5 абсолютно оригинальных материалов Так на самом деле в российском интернете работают очень многие У нас есть научный портал перспективы Резерв для студентов, аспирантов и всех, кто пишет курсовые дипломы и работы Поэтому Наталья Алексеевна 15 лет руководит нашим флодом И мы очень много работаем с регионами Всегда стараемся привлекать заубежных экспертов И если у вас возникнут вопросы С удовольствием на них отключу А сейчас передаю слово Елене Николаевне Рудой Это историк и, можно сказать, ведущий Во всяком случае вот у нас в фонде Специалист по Первой мировой войне И старая Елене Николаевне И это самое главное Вот эта тема буквально никогда не остается в тебе Несмотря на то, что да, это юбилейный проход А заниматься этой темой надо постоянно Спасибо большое Это такое представление Может быть, это нормально увеличено, но Проблема-то отлучена совершенно правильно Информационный повод в столице Сначала начало Первой мировой войны Потом окончание Первой мировой войны Он действительно произвел Некоторые респечки на общественном сознании Которые заставили вспомнить эту войну Тем не менее, даже такой информационный повод И та работа, которую уже направлено И теперь мы сообществом И в российско-историческом обществе И наши партнеры-коллеги российско-военные Историческое общество Которое перед нами предоставляло свои работы Сделали много для того, чтобы эта война Без фифро-дересована была забытой И мы, конечно, рады, что Как профессиональное сообщество Мы были внести вот эту проблему Были первооткрывательными, можно сказать Возрождение исторической памяти О первой мировой войны Тем не менее, не смотря на этот Информационный повод Потому что в результате Противизированные подвижки Остается и осталось Очень много проблем Незатронутых, не освещенных До конца не раскрытых И в целом проблема До сих пор Мы были экономизированы И в целом Собственно говоря, вот эти 100 лет Прошедшие с первым Счастливым сокращением Первой мировой войны Они показали Насколько Не поняты еще значение Этого военно-мирового конфликта Для последующего развития мира В 20-м и 20-м века Все проблемы, с которыми Станкнулся в мир Которые выявились В этом изделении Первой мировой войны Они существуют И сейчас не используют И уроки Первой мировой войны Важны понять для того Чтобы понять Как себя сейчас вести И как не сделать Тех ошибок Которые были сделаны Хотя Многие эти ошибки До сих пор делаются Продолжаются И как говорится Именно Это создает Тревогу К чему это может привести И вот Одно из таких проблем Которые практически Не затронут Несмотря на Революционный повод Была проблема В заключениях Так называемого Христского мира Мы говорим Так называемого Христского мира И в нашей книге В первой фразе В предисловии Христский мир Поставлен в кавычку Потому что Это мир Который не привез Мира И прежде всего Россия Которая вынуждена Была его заключить Понимаете Мы не претендуем Под изданием Одной этой книги На полное распределение Это невозможно Но мы рады Что мы поставили И поняли Эту проблему Потому что Я не ошибусь Если Вы сейчас На этом Вестивале И Совсем недавно И Конечно Мы не все видели Все знаем Но я Мне кажется Не ошибусь Если скажу Что Книги Посвященные Теме Тургетского мира Их практически Непло Почему Мы гордимся Что Решили Поднять Это дело И издали Эту книгу И она Вызвала интерес В частности В издательской речи Но как мы говорим Может быть Еще и потому Что Руководитель Издательской истории И О чем Эта книга Да Она Конечно Прежде всего По Политической Аплантинности И Остремлении Эта книга О том Что Ответственность Принятия Решений Должна Быть Прецедентной Понимаете Когда Знаете Какие Тургетские Мир Заключался В большевиками Пришедшими К власти Которые Брестские Прецедент 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 Германия Стремилась Ну В общем Решить Основную Свою географическую Проблему Это Как Сказал Один из Авторов Университета Очень Дерзкий Такой План По Возвращению В Россию В Ситуацию XII века Когда Она Отрезанная От всех Марий Прекращает Эти Великие Диджаны И Становится Запертой В своей Шахапутной Границах Не оказывающей Никакого влияния На События И Тем самым Превращая Германию На Ведущую С Этой Точке Зрения Вот Именно Этот Украинский План Германии Он Скажем так Стал Причиной Неординарного Отношения Западных Стран К Этой Проблеме К Мир 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 Переговоров В Литовске Поскольку С одной стороны Это соответствовало Интересам Западных Стран Вернуть Россию Особенно Ту Россию Которые Неслали Беспрецедентный Вклад В первой Вировой Войны И Которая Должна Быть Вершить Судьбы Мира После Победения Итогов Этой Войны Но Она Была Геополитическим Конкурентом Союзников Тоже Проблема Очень Интересная Союзничество Геополитических Противников И Это Тоже Тема Которая Своего Рассмотрения Отношения Союзничества Соединенных Соединенных Западных Стран Есть Много Возвышение Германии Которая На заключительном этапе Первой Мировой Войны Уже Приближалась к тому моменту Когда Она Проигрывала Первую Миральную Войну И Получение Ею Каких-то Геополитических Дивидентов Было Тоже Как говорится Не Интересно Западных Стран И Вот Эта Позиция Западных Стран В период Проведения Брестовских Переговоров И Их Отношение К Результату Писания Брестского Мира Это Тоже Вы понимаете Яркая страница Яркий пример Вот Этого Клише Геополитического Клише С Которым Западные Страны подходят к решению мировых проблем Одновременно Создавая Одновременно Создавая Эти Проблемы И Углубляют То есть Проекты Которые Проблагают Они Не решают Проблемы А иногда Загоняют Проблемы Внутрь И Это Обостряют И Это Очень важно Понять Для Понимания Современной Ситуации Когда Ситуация Такова Что Требуют Проекты Для Дальнейшего Развития Международных Отношений И Вопрос Как Какие это будут проекты Как они будут предлагаться И Как они будут решаться Итак Еще раз скажу Что Конечно Проблема Престого мира Это проблема Пронимающая Деополитическую циклонность И Я бы сказала Безответственность Чего не должно быть Чего не должно быть При решении Географических проблем Все в этом мире Взаимосвязанной Историей Показывает нам Вот эта вот Цепочка Исторических событий Может Привести В результате 51 Еленого Бежима Маршер В свое время Перевел Детские стихи В Другую Катерософскую Смысль Там О том Как В пыльной теле Нашлась Гвоздя И смогли Лошадь Захромала Гвардия Разбита Бежит Враг Вступает У моей коллеги Привучало только что Позорный мир И так далее А самое главное Что мы знаем В деревне Денин Да Похавленный мир И Я это К тому Что Бесполитическая Беспринципность Конечно Это не благородно И безусловно Не Так что Надо вызывать Одобрение Но тем не менее Упрощать ситуацию не стоит А вы знаете Вот Анализ Проблемы Переговоров Брест-Литовский В тех условиях Которых оказалась Россия после революции Да После приходной власти Большевиков Анализ Вот всей этой ситуации Показывает Что В какой-то степени Помогает Объяснить Вообще Вот эту проблему Которую мы посвятили Столько времени Следовательно Столетия революции Столетия Откончения Первой мировой войны Почему же именно в России Произошла революция И марксизмом Да Вот этими идеями Был заражен весь мир Да Но почему же именно в России Собственно говоря Произошел В этот режим Произошли все эти события Оказавшие влияние На весь ход Истории В XX веке Вплоть до наших веков Вы знаете Да Большевики Расступали И те кто А Даже Среди них Среди них Небольшой Политической Прослови Пришедших власти В сентябре Семнадцатого года Не было Единой Точки зрения На проблему Заключения Мира с Германией В условиях Когда страна Действительно Не могла воевать В сентябре Семнадцатого Семнадцатого Годов Она не могла воевать Но не могла воевать Кстати она не только Из-за революции И прежде всего Из-за революции Октябрьской революции И действия Большевиков Да Армия прекратила Своё существование К сожалению В результате событий Федерации Эволюции И способность И российская Государственность Была Подрублена Где-то Подпорье Именно Для меня Как для историков Постанцовую степень Когда ознакомилась Документами В какой-то степени Проблема Переговоры Пресвятовские И исключения Брестского мира Это если хотите Дальнейшее Разбитие Проблемы Государственной революции Когда-то Готовясь К захвату власти Вот стремясь К захвату власти Ленин написал Такую книгу Таким названом Государственную революцию И там чётко было написано Что революции Государству не нужно Как раз революция И стремится К уничтожению государства Да? Вот Там Как говорится Не нужны ни государства Ни национальные интересы Но И мир должен быть построен Совершенно Иных Каких-то Философских И экономических Интересов Но Проходит Меньше Чуть больше Глоб И вот Эта Проблема Идения Переговоров О заключении мира Для того Чтобы удержаться Власть Вы понимаете Этот вопрос И Время Начинает Время На государство Оказывается Даже Для Для Сохранения Своей Революционной Власти Для развития Революции Нужно Государства Вопрос Какое Вопрос Какие Методы И так далее Это Вопрос Вопрос Но Оно нужно Более Где-то Вопрос 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 Когда она расцветает на этой теме, у нее есть бесподобное совершенно выражение. Она говорит, что Маркс и Ингельс выравнивали, когда, если бы, увидя, как Россия переварила марксизм после 1917 года. На протяжении тех десятилетий, когда существовало футеристическое государство, развивающееся, основанное на вот этой философии, на этих уровнях. И, вы знаете, это уже сказывалось тогда, в 1918 году, потому что, когда знакомишься с комплексом документов, которые были представлены большевиками в Бресте для заключения мира, ты понимаешь, что, несмотря на вот эту беспринципную политическую позицию, я не знаю, на каком-то чисто интуитивном уровне, Программа, которая предлагалась, она была, скажем так, я бы сказала, такой серьезный международный проект, призывающий к участию в этом процессе все воюющие стороны. То есть формально можно говорить о сепаратном мире, но это никогда не было сепаратным, но это не получилось сепаратным, понимаете, заключением сепаратного договора. Потому что к этому моменту, кстати, это тоже то, о чем мы не задумываемся, никогда этого не затратили, но это и тупоированная тема для западных историков. Это усталость от войны и способность выливать другого надежда. И в странах Антанты, и в Германии ситуация на последних этапах Первой мировой войны была очень серьезной. Именно эта ситуация, она, скажем так, приготовила уродливость мира после Первой мировой войны, а то, что это после войны было уродливо, это показали последующие 20 лет, чем остальные уродливые. И теперь немножко поподробнее, вот, значит, яркие мысли мы пытались высказать в нашей книге, но эта книга интересна еще и тем, как мы решили эту проблему. Да? Елена Анатольевна очень подробно хорошо рассказала о наших принципах, по которым мы постараемся работать. Вот эта книга, она яркий пример, ну, что ли, тех принципов, на основе которых мы стараемся строить действия нашей организации. Мы считаем, что это одна из наших, для решения тех, кто вважит в вопросах, для введения новых, в оборот новых материалов, новых документов. Для того, чтобы поднимать для дискуссии многие вопросы, надо прежде всего объединять все исторические, обусилие экспертного сообщества. Мы стремимся, в нашей организации очень небольшая, да, но мы стремимся предложить социальную сотрудничество, привлечься к сотрудничеству. Многие представители, многие представители экспертного сообщества, и не только в Сыне, хотя мы работаем в Москве. Наша, я считаю, одна из миссий нашего фонда, мы объединяем экспертное сообщество, приемки с сегментами, привлекаем к обмену информации. Это, прежде всего, экспертов из наших регионов и из-за рубежа. Потому что, несмотря на последние тенденции, несмотря на разбирательные технологии, и всех изменений, которые сосредственно происходят, информация распространяется по совершенно другим законам и по совершенно другой скорости, чем несколько десятилетий тому назад. Тем не менее, существует проблема обмена информации. Мы не знаем, что происходит здесь у нас в Москве, но отчасти в Петербурге. Блоки знают, как проходят экспертные центры в регионах. Не всегда представляют, что делаются за рубежом. Редко обмениваемся, редко имеем возможность предоставить площадку вдруг, рискать, что-то обменяться мне. Вот эта книга – очень интересный пример, как мы пытаемся объединить. Здесь, собственно говоря, из Центрального общественного центра представлено только три статьи в Севербурге. У нас остальные статьи из других городов России, из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, из Томкова. И очень много, достаточно, не очень много, мы не все смогли сделать, но интересно, что в том, что вежливые эксперты в сообществе у нас статьи мангарских историков, статьи сербских историков, статьи итальянской исследовательницы. Это позволяет рассмотреть проблему с разных учителей. Понимаете, на ней те же вопросы и проблемы мы в этой книге можем увидеть, мы можем познакомиться с разными интерпретациями. На соседних страницах разные интерпретации одному и того же факту, одной и той же проблемы. И это будет мысль и подходит, создает возможность провести какие-то итоги. Конечно, одной этой книгой мы не претендуем на, скажем так, исчерпывание этой темы. Безусловно, мы только прикоснулись. Мне кажется, что даже то, о чем я вам сегодня говорила, говорит о том, что насколько еще не исследована эта проблема и сколько еще не надо говорить. Но, тем не менее, мы гордимся, что мы подняли этот вопрос и поставили. И, думаю, у вас масса вопросов, и мы готовы на них отличаться. Спасибо, пожалуйста. Вопросы у нас еще 15 есть. Спасибо. Спасибо. Очень интересно все. Но, если рассмотреть этот вопрос, в каком-то деле? Ведь речь шла о жизни и смерти государства. И большевики, наверное, понимают, что спасать государство, и можно пойти на любые миры, тем более, зная положение Германии, они понимают, что это ненадолго. Германия рухнет, и теперь вернется на свои места. Ну, года не прошло, так и произошло. В общем-то, поэтому называть это позором, там, предательством, вы знаете, в истории у нас были прецеденты. Давайте возьмем. И у Крымской перенемии, и Столбовский мир, в результате которого Россия решилась в западную земель, выходом к Балтийскому морю, в последствии которого, ну, до сих пор, в общем-то, мы еще перейдем. Ну, точно не в Польше, переживаем. Так что, это такое всеверение, знаете, позор и предательство, и где-то там, ну, тогда речь шла о спасении династии Романовых, ну, и выживание России, а Россия вызвала Романовых в Крымскому морю. Так что, я граждую смесь в любом случае. Ясно, ясно, спасибо. Владимир Олегович. Спасибо большое за эту рептинку. Это как раз развитие того, о чем я говорила. Понимаете, я сама против того, чтобы упрощать ситуацию, называя, там, повторяя слово Ленина, сказанное в полемическом, как говорится, задорья, похабанными и так далее. Единственное, что я хотела сказать. Когда я говорю о политической экспринципности, я думаю, что, извините, это, к сожалению, нет, это, ну, скажем так. Не, неизбежная сторона политики, да, цинизм и беспринципность, она, к сожалению, где-то органично присуща. Да, но я не говорю о том, насколько это опасно и важно. Я, когда большевики заключали резкий мир, я просто хочу уточнить, они как раз не ставили вопрос к государству. Они, прежде всего, понимали, что для того, чтобы держаться у власти, они должны заключить этот мир, хотя бы потому, что этот лозунг был, и этот лозунг позволил ему вернуть. В условиях мировой войны никто не мог предложить быстрого и непосредственного мира, которого все так жаждали, потому что всем стали убивать, и никто на этом мог бы побоевать, да. А большевики говорили, мир народом и все, вообще, вот эти 25 октября, давайте заключать мир и так далее. Но проблема о том, что это проблема дальнейшего взаимоотношения государства и революции, я ее озвучила, я согласна, что вот мы сейчас уже воспринимаем, что мы тогда большевики спасали государство. Они только подходили к этой проблеме, они спасали себя, когда только подходили к этой проблеме, что государство нужно даже для развития революции. Пожалуйста, введущие... Пожалуйста. Спасибо большое за нюансы. Мне вопрос такой. Совершенно народ узнает новые факты о первой новой войне, о втором новой войне. То есть народ у нас из-за коммунистической пропаганды исходит, выходит. И для этого новый французский, чтобы, может, Клинин был и местным шпионом, и так далее, там, антизин французский, но как-то революция, да, ну, там, деньги. И вот всякие разные вот эти теории побегают из народа, она читает, думает, и говорит, да, да, нас в этом школе включили. И историческая память у нас меняется. Я думаю, что глава рекомендует. И мы давно, вот, оба консультент. У нас в России, ну, как в России, памятники стоят деревом. На карте, на карте, на карте плоски. Вот они сейчас так для дома. И в Самаре, в каком случае, что... Микрофон. Микрофон. Как вы к этому относитесь? Как решите такую проблему раскола обзора? Потому что некоторые люди хотят высказать эти древесионные названия. Установить памятники погибшему, допустим, белому движению. Установить памятник адмирала Толчакова, которые тоже идут в Россию. А то есть тоже подолжительная Россия. То есть... Спасибо большое за вопрос. Очень важная проблема. Очень важная проблема. Если мы хотя бы по условам скажем, по основному, по всему, что перечислено, то наша дискуссия просто никогда не закончится. Тем более, сразу найдутся сторонники и Калчака, и Ленина, и так далее. Поэтому я скажу в общих чертах. Везус историческая память, тем цена, что она должна хранить все, что наработано на человечестве. И только это возможно. Вы понимаете, замена памятника, смести памятники Ленину и заменить их, связана, между прочим, с тем, что с этого начали большевики. Они смесли те памятники и поставили как бы свои. Вот надо сохранить и то, и другое. Как бы сделано, например, в Калуге буквально вот за протяжение новейшего года. Там в центральной площади перед зданием администрации, типа спокойно, без кондам, убрали памятник Ленина, поставили его тут же рядом, в сквере, у светое лок, не уничтожаемых, перенести они куда-то, понимаете, тоже в центре и так далее. И устанавливать на этом месте, где стоял памятник, памятник Василию Третьему, с которым очень много связано, как у Швезумбек, как собиратель, зумбирный студент. Понимаете? Поэтому, безусловно, нужно и с одной стороны возвращать старое название, и с другой стороны, с вниманием относиться к всему тому, что появилось у нас на протяжении тех 70 лет, когда наше государство существовало другой ипостаси. Это особый разговор, особая, я не знаю, проблема, как относиться к этим годам, понимаете? Что взять оттуда, да? Потому что, как говорится, нельзя только все отрицать. Но это проблема, проблема. И именно этим мы занимаемся, когда создаем наши книги, когда поднимаем забытые какие-то факты, вопросы и так далее. И несколько слов я не накрою, не подождите. Практически я полностью подписываюсь по тем, что сказала Елена Николаевна. Вы знаете, я просто хочу ознакомить одну замечательную формулу, которая принадлежит Николаю Михайловичу Карамзину. Какой известный историк практически, он создал те зримые образы российской истории, которые нам всем знакомы со Штольной истории. И хотя с ним боролись при советской власти и не издавали, не переиздавали до 80-х годов, а образы эти жили независимо от воли тех, кто редактировал историю. И вот Николай Михайлович говорит так. Вся наша история сотворена нами. И она наша. Она неразрывна в своей ценности. Не надо противопоставлять один период другого. Вот он трагичный, он спорный, он противоречивый. Но это наша история. Мы должны в ней разобраться, выбрать действительно нечто, что мы можем нести дальше, извлечь какие-то уроки из ошибок. Но не надо говорить, что мы начинаем историю с белого листа. Вот с 91-го года, новая Россия. А в силу тысячи лет это что? Это не история России. А большевистский период это тоже часть истории России. И так к нему относится наш фонд. А столкновение белых и красных, которое происходит вот ежедневно на страницах нашей интернет-газеты, в комментариях, где просто была рубка страшная между симпатизерами одной и другой идеологией, она, наверное, просто дана нам, чтобы мы оттачили свою мотивальную способность и двигались дальше. А насчет памятников давайте просто вот о чем подумаем. Это ведь не только к памятникам, это и к соборам относится. Понимаете, кто-то очень старательно разогревает вот эти споры в нашем сознании и противопоставляет храмоборцев и храмосозидателям. И то же самое с памятниками. Давайте вернемся к началу. Здесь какой памятник стоял? Александру Второму. А потом его смесли, да, и поставили памятник Ленину. Ну, может быть, не надо здесь бороться за историческую справедливость, а просто поставить другое памятник в другом месте. Наверное, так нам будет легче не хранить какой-то общественный консенсус. Другие вопросы, пожалуйста. Там ты работаешь, а он чувствует ли? Если литовский мир, а ты не любишь. С одной стороны, прекратил эту войну, там погибло очень много народа, так вот, объединенных к России, но развязал гражданскую войну. В особой республике Павлович, в Урале, Сибири не приняли этот мир. И, в общем-то, они уже сукрают против этой шеи, в первую очередь, как в отношении предательных национальных интересов. С этим не поспоришь. Как говорится, по определению, они не стремились к определению национальных интересов, они об этом никогда не говорили. Они как раз... Это категория такой, они даже отказывали, что они в праве существования национальных интересов. Они выстрелили интернациональными совершенно и классными интересами. Да, они республики Павлович, там, да. А вы знаете, в Шерековске было мало, там, я, честно говоря, думаю, что в Павлович, и в Урале, и так далее, и там же, может быть, если были какие-то длинницы, я так могу сказать. Вы правильно знаете? Правильно говорите. Проблема-то в том, что гражданский мир, я с этого начала, мир это не принес. После него началась гражданская война. И грани благороду больше, чем силы. Больше погибла. Что такое гражданская война, это нам надо, как говорится, вообще сейчас проанализировать, вспомнить историю наших семей, трагедия наших семей, трагедия, что там же трагедия гражданской войны, это страшная вещь. Это страшная вещь, страшнее всякую войну, потому что она повернует и душу, и сознание человека, и вообще. В этом-то я еще раз говорю о проблемах. Не надо уходить упрощенно и однозначенно. Не надо уходить упрощенно и однозначенно. Пожалуйста, дальше. Ваши обвинения причины первой правой войны все известно. Сейчас все известно о причинах первой правой войны. И второй. Если бы не греческий мир, как развивали события, не было бы назад войны первой на войне. Если бы не греческий мир, как развивали то, что вы не забыли, то, что вы не забыли. Так. Друзья мои, я повторю банальную истину, что истории не имеются с одной из моего рождения. Понимаете? Мы не можем долго рассуждать, что было мы, если вы этого не было. Мы можем кандидатировать и не решать. И вся работа произошла только. Я, честно говоря, из-за плохого фона, который сейчас убирает все эти услуги, это, конечно, нехорошо, но у нас плохо было слышно. Слышно? Я могу сказать, что я, как вы все знаем со своей операцией, что вы улетели. Я скажу больше. Попрощу с вами, но только сейчас не понимаете визиционный характер. Это была война за сохранение с организацией. Я бы сказала так. Вообще, все наши разговоры с обновлением красного белого. Причина первая, то как развивались эти события, если бы не было эволюции, если бы не было этого мира, а в этом мире это безусловно результат, революции. Что было? Так вот, амонизируя все это, я хочу сказать, что водораздел вот этот вот водораздел, а куда это сделано? А потом все эти разговоры наши, не надо вопрос о водоразделе. Что разделяет сейчас? Что сталкивает людей? Что является водоразделом? Внимание, мне кажется, водоразделом происходит в распугивании и понимание, кто мы, наследники тысячелетной истории или люди, которые создают, смирея говорить о том, что они создают что-то новое. Я раньше думала, что это наша проблема, связанная как раз с революцией, с красными иклевами, с уничтожением, с отменем нашей истории до 17-го года, когда все начиналось с 17-го, с 17-го года. Не разрушение памяти, подказов от всего того, что было сделано в царстве России, потому что это было царство России, в определении не помогут ничего хорошего. Но посмотрите на ситуацию в мире. Это проблема не только наша, это проблема пробежа 20-го, 21-го века. Потому что сейчас вот этот подраздел, он проявился в том, наследники тысячелетной истории европейской цивилизации, русской цивилизации, да, перед тем, что дают новые, какие-то новые, основанные непонятно на чем, на отказе от этих ценностей государства, а это не получается, это не работает из-за этих цивилизаций. Вот, вот она проблема. Что мы? Наследники тысячелетной истории или те, кто от нее отказывается? Если откажемся, может быть, и перестанет существовать. Вот, есть, как и. А если не откажемся, может быть, за это и оптимизм перетестировать. А история отказывается нельзя.